Неде в 10 километрах от Рогачёва у денег у гостей дожинок сустрыхает вот такая композиция соломы, вязковая хатка, коровы и знакомитые рогачёвское молоко, в целом незвычайно пригожая и одразу створяя святочный настрой. Приемный настрой у денег у всего летних образных дожинок был и по еще одной причине. Неогдя дичина не самая сприяльная климатичная умова, в целом агропромысловый комплекс Гомской области спросовал неодренным. Огольный намолот зоником зерня кукурузы свыше 1 миллиона 260 тысяч тонн. Это больше, чем летость. При этом в Нарулянском районе управление с минулым годом намолот повелечився на 216%, в Браинском и Мазельском – 160, в Будокошалёвском – 135, на Будокошалёвщине и самый великий серый район у Раджай-Зерневых – 143 тысячи тонн. На областных дожинках одразу три местовые господарки в якосе узнагорода трамали тракторы «Беларусь». С великим того, что в районе добро ведут, в яким на керунку развиваться долей, это явно не опошнее прозы. Мы расширили посевы кукурузы, и я довольна этим, потому что сегодня кукуруза – одна из предшественников, которая хорошо влияет на урожай любой культуры. Ячменя, пшеницы, любой культуры. Это тоже источник снижения затрат. И после кукурузы остатки – это 3,5 тонны на гектар органики уже в поле. Её даже вносить не надо, она уже внесена. Коли притягивать тему селедних аграрных поспехов, необходимо назначить и досягнение акционерного товариства Туровщина Житковского района. Селеда урожайность на палетках этой господарки досягнула 82 центн. розгектара – самый высокий показчик на Гомельщине. Уси газподприемцы кажут, что это выник в оконание усих агротехничных потребований и строгой дисциплины. Тут навыд технику выкористовывали выключено таким чином, как максимально снизить страты. Комбайн 12-18 с преважаемостью 100 центн. гектара должен ходить со скоростью не более 3 км в час. Вот и вся математика. У него пропускная способность от 12 до 18 кг соломы, зерносоломенной массы в секунду. То есть простой математикой вычитать надо единственную скорость и качество, ну и настройки самого машины. Выставы сельскохозяйственной техники притягивают увагу усих удельников и гостей свято-прационников в Ёске. Зовеком того, что большинство представленных узоров вырабляется на Гомельщине, можно стверждать, что это так само ясчайно досягнение региона. Тут научились выпускать сучастные машины, необходные для выконания практически усих сельскохозяйственных работ. Для поравнания, что было ранее и чего досягнули, организаторы выставили некакие тракторы, которые выкористовывались на сельскохозяйственных работах некакие 10 годов тому. До речи усеянный находится в операционном стане. Для специалистов Гомель-Агросервиса, которые обновили технику, это было справа и гонору. Нельзя сказать о будущем, когда не ведать историю. К этому трактору у нас еще есть плух четырокорпусный, мы сюда его не привозили. Остался он у нас на Гомель-Агросервисе. А так все, здесь на нем находятся оригинальные детали. Искали где по хозяйствам. Почас узнагородживания перамосов до жинок, стачаня Абалваканкама Владимир Дворник, кажа об тем, что аграры Гомель-Агросервисе научились працавать у несприяльных экономичных умовах. Резервы, зразумела, ящие есть, але и поспехи есть так само. За пошние пять годов реализация молока и мяса у регионе повеличилась больше на треть. Это лепший показчик у Беларуси. Об максимальности эффективно працавать свечать и выники работы перамосов сегодняшнего жнива. Экипажи Василя Коваля и Ивана Вырвича за агрокабината Хомельч Реческого района намолотили больше по 4 тысячи тонн. Водители Владимир Свярлов и Владимир Фясько за Ксуп Кривск Будокошалевского района перевезли по 5 тысяч тонн с боржа. У Воголя и Сюлитана Гомельщины тысячниками стали 361 экипаж-комбайнеру и 305 водителям. И такие факты. У Першиню за весь час проведения областных дожинок у сельжанчины и керевники сельскохосподарших предприемцев Гомельщины у Якости Узногород отрывали автомобили «Шевроле Нива». Олексин Тюров, Валерий Гопанько, телерадио компания «Гомель» Заргачева.